Привет, дорогие друзья! Меня зовут Наталья Петрова. Добро пожаловать на канал, где мы изучаем английский весело, интересно и легко. Сегодняшняя наша тема будет Present Simple Tense Простое настоящее время. Простое настоящее время образуется при помощи subject, подлежащего, and verb и глагола. Without to Без частички to Without particle to So now Some examples of present simple tense I get up at 6 o'clock every day Я встаю в 6 утра каждый день We go shopping every Saturday Мы ходим за покупками каждую субботу I study at university Я учусь в университете The girl goes home after school Девочка идет домой после школы They relax at the beach every summer Они отдыхают на пляже каждое лето He runs his company with his brothers Он руководит компанией со своими братьями The boy likes ice cream Мальчик любит мороженое Итак, друзья, мы подошли к самой главной части нашего видео Сейчас мы рассмотрим образование Present Simple Tense И начнем мы с утвердительных предложений Английский глагол во временной форме Present Simple Почти всегда совпадает со своей начальной То есть указанной в словаре формой Без частицы to Лишь в третьем лице единственного числа К ней нужно прибавить окончание s Что мы и видим на примере Споряжение глагола play I play Я играю You play Ты играешь He plays Он играет She plays Она играет It plays Оно играет We play Мы играем You play Вы играете They play Они играют На самом деле все легко и просто Мы добавляем окончание s Но есть некоторые исключения Когда глагол заканчивается на O, SS, SH, CH, X и S Мы добавляем к нему окончание и S Это необходимо запомнить Для того, чтобы построить вопросительное предложение Нам понадобится вспомогательный глагол В Present Simple таким вспомогательным глаголом является глагол do Но в третьем лице единственного числа Он изменяет свою форму на does Итак, мы видим с вами споряжение глагола play В вопросительном предложении Do I play Я играю Do you play Ты играешь Does he play Он играет Does she play Она играет Does it play Оно играет Do you play Вы играете Do we play Мы играем Do they play Они играют В отрицательных предложениях тоже используется вспомогательный глагол Do или does Но не перед подлежащим А перед глаголом После него прибавляется отрицательная частица not Do, does и not Часто сокращается до don't или doesn't Соответственно, мы с вами рассмотрим пример отрицательного предложения с глаголом play I don't play Я не играю You don't play Ты не играешь He doesn't play Он не играет She doesn't play Она не играет It doesn't play Оно не играет You don't play Ты или вы не играете We don't play Мы не играем They don't play Они не играют В каждом времени есть свои слова-маркеры Что же такое слова-маркеры? Это слова, которые помогают нам определить время Я надеюсь, вам понравилось это видео Ставьте лайки Подписывайтесь на мой канал В следующем видео мы с вами разберем Что же такое past simple tense И в чем же разница present simple tense и past simple tense Пока, друзья!